Библейский портал экзегет.ру представляет умощение, это масло, которое употреблялось в косметических целях, которое возливалось на голову, и таким образом человек пытался показать, что у него праздник или хорошее настроение, ну или просто казаться красивее. Об этом масле мы увидим в Евангелии, услышим в Евангелии, как Господь говорит, что во время поста нужно быть не унылыми, как лицемеры, а помазать свою голову елеем, маслом. Так вот, экклесиаст говорит, что лучше, чем украшаться дорогим маслом, которое действительно очень дорого стоило, лучше иметь доброе имя. При этом доброе имя для проповедника, естественно, заключается не в том, чтобы казаться хорошим, а в том, чтобы исполнять заповеди Божьи, через это приобретать мудрость и в глазах других людей представляться мудрым. Потому что если человек будет иметь такую добрую репутацию, то для него уже не важно, не нужны эти попытки самовыражения, как бы лучше одеться или как бы лучше украсить себя, потому что люди в нем будут видеть не внешнее, а внутреннее. И день смерти, говорит экклесиаст, лучше дня рождения. Почему? Потому что для праведника, для человека, имеющего доброе имя, день смерти намного важнее. Потому что в день смерти он уходит из этой земной жизни, уже приобретя определенный опыт. В день рождения он как бы и не добр, и не зол, и его не за что и не ругать, и не хвалить. Если мы помним о том, что экклесиаст говорит про два способа существования, про два как бы мира, мир с Богом и мир без Бога, то здесь он говорит про человека, имеющего доброе имя, исполняющего заповеди Божьи и переходящего в вечность, имеющего определенный багаж жизни. Продолжает проповедник. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. С этого не лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Здесь не говорится о том, что веселье и смех вообще в принципе сами по себе являются злом. Конечно, проповедник предостерегает от глупого, пустого, ложного смеха, который в наше время, к сожалению, сильно распространен. Потому что человек пытается уйти от памяти о вечном, уйти от памяти о неизбежной смерти, уйти от памяти о том, что его земная жизнь закончится, о том, что в ней есть много вещей, которые не имеют смысла, если не рассматривать их в контексте вечного бытия. Этот глупый смех позволяет человеку забыть о вечных вопросах. Этот глупый смех позволяет человеку несколько забыться и не помнить о том, что его ждет порог, за которым находится вечность. Так вот, Экклесиаст говорит, что лучше ходить в дом плача, ходить в тот дом, где происходит погребение, чем приходить в то место, где происходит пустое смехотворство. Потому что погребение или плач напоминают человеку о суетности многих вещей, происходящих в его жизни. И часто мы знаем, как печаль или какие-то неприятные события очищают наше сознание и напоминают нам о том, что не все, к чему мы стремимся, ценно, и что многое заканчивается. И дальше говорит Экклесиаст, лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. То есть действительно смехотворство, которым человек занимается впустую, приносит ему никакой пользы. А оно приятно, оно развлекает, оно позволяет с таким легким состоянием провести время, но при этом не приносит пользы и даже приносит вред. А обличения от мудрого человека хоть могут быть и неприятными нам, но они нам приносят пользу в контексте вечности. И Экклесиаст говорит о том, что глупый смех, смех глупых – это суета. То есть это то, что не имеет ценности, не имеет важности и то, от чего, собственно, нужно удаляться. Здесь важно отметить то, что смех, конечно, важен и нужен во многих случаях нашей жизни, потому что, конечно, нельзя быть все время серьезным, нельзя быть все время сосредоточенным. Но и шутку, и смех нужно уметь использовать как инструмент, не пытаясь за глупым смехом удаляться от вечных вопросов. Дальше Экклесиаст говорит о мудром и глупом человеке, говорит о начальниках, пишет «Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портит сердце». Для Экклесиаста очень важна тема мудрости и глупости, и он очень часто говорит о том, как быть мудрым и как не стать глупым. И вот здесь он обращается к начальникам, напоминая, что если мы своей силой, своей властью начинаем притеснять других людей, которые не могут нам дать симметричный ответ, то мы в глазах Божьих делаемся глупыми. И даже если мы приобрели какую-то мудрость, научились жить по заповедям Божьим, то вот это вот одно притеснение других делает мудрого человека глупым. И корень этого мы можем найти в евангельском учении, потому что главная заповедь Евангелия — это заповедь о любви к ближнему, о любви деятельной. И если мы делаем противоположное этой любви, если мы творим зло нашему ближнему, нашим подчинённым, то вся наша мудрость, всё наше умение жить по заповедям Божьим разваливается как карточный домик. И подарки портят сердце. Ну, здесь и крестьяст, конечно, говорит о коррупции. О том, что если мы принимаем от людей неправедные подарки, если мы принимаем от них неправедные подношения, которые происходят не от того, что человек лично имеет какое-то к нам отношение, не от того, что у нас какой-то праздник. Ну, все мы понимаем, что есть такие подарки, которые происходят в контексте рабочих взаимоотношений. Так вот, они портят сердце человека, то есть внутреннюю его составляющую, внутреннее его содержание. А если испорчено сердце, то портятся и все остальные стороны души. Конец дела, лучше начало его терпеливого и лучше высокомерного, говорит экклесиаст. Здесь он говорит, в принципе, понятные простые вещи, что конец дела, лучше начало, потому что уже есть результат, поэтому терпеливый человек, он лучше, чем человек высокомерный, который считает, что он молодец, у него все получится. Терпеливый человек ждет окончания дела и может увидеть результат своей работы, увидеть минусы, приобрести определенный опыт. Вот, высокомерный же человек в самом начале дела считает, что у него все получится хорошо и в этом деле может не успеть. «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Это очень важная фраза. Для экклесиаста гнев равносилен глупости. Если человек руководствуется движением своего гнева, если он совершает поступки на основании этого гнева, на основании этой волны, которая в нем поднимается, то он удаляется от праведности. Соответственно, на языке проповедника он становится глупым. Здесь важно помнить, что гнев в нашем сердце время от времени происходить будет. Но не от нас зависит, придет гнев или нет. Но от нас зависит, поступим ли мы по гневу или дадим этому гневу остыть и отнесемся к ситуации с правильным таким трезвением. Гнев гнездится в сердце глупых, говорит экклесиаст, и это очень важно помнить. «Не говори, отчего прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Здесь экклесиаст предостерегает от таких фантазий, от воспоминаний о прошлом и о том, чтобы говорить, ну вот раньше было лучше, а сейчас все плохо, а раньше трава была зеленее, солнце лучше светило. Потому что есть такое искушение у человека уйти в воспоминания о прошедших успехах и таким образом убегать от реальности, от нынешней реальности. «Хороша мудрость с наследством и особенно для видящих солнца». Эту фразу стоит пояснить, потому что мудрость с наследством точнее можно было бы перевести как «хороша мудрость, как и наследство». То есть бывает человек рождается, и у него есть наследство, которое он может использовать, и это богатство дает ему определенные возможности. Так вот, мудрость для экклесиаста, она подобна наследству. То есть если мы приобрели мудрость, то она дает нам не меньше возможностей, чем богатство. И особенно, говорит он, для видящих солнца, ну то есть для людей, которые ходят по земле и могут смотреть наверх. Этот образ, кстати, он может говорить, он может указывать на человека, который воздевает глаза к небу, да, то есть человека, который не привязан к земному, а который стремится к вечному, стремится к небесному. И вот для таких людей особенно важна и нужна мудрость. Потому что под сенью мудрости тоже, что под сенью серебра. То есть здесь опять же сравнение наследства, денег и мудрости, да. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Вот это очень важно. Богатство может дать все, что угодно, но не может дать жизни. И жизни, здесь имеется в виду жизни вечной. Потому что мудрость, как умение жить по заповедям Божьим, дает человеку знание духовных законов, умение эти духовные законы правильно использовать. И, соответственно, приобрести сокровища духовные, которые помогут ему выстроить свою не только земную, но и вечную жизнь. При этом мудрость, то есть умение жить по Божьим заповедям, она может помочь устроить и земную жизнь, но в первую очередь относится к жизни вечной. Вот тот, кто приобрел мудрость, приобретает жизнь. Смотри на действование Божие, говорит дальше Крисиаст, «Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй, то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Это очень важные, очень глубокие слова. И Крисиаст как бы говорит, что от Бога бывает и благополучие, и житейские неудачи. И нужно уметь размышлять над этим и видеть, когда необходимо предпринять какое-то усилие и изменить ситуацию, а когда необходимо с этой ситуацией ничего не делать. Потому что то и другое, то есть и благополучие, и несчастье Господь сделал для того, чтобы человек не мог ничего против него сказать. Что значит «не мог ничего сказать против него»? Когда не мог сказать ничего против Бога? Это говорится про тот момент, когда человек перед Богом предстает на суде, и у любого из нас может появиться вопрос, когда мы скажем «Господи, почему вот это все в моей жизни происходило? Почему эти несправедливости, эти несчастья?» И если мы захотим такой вопрос задать Богу на суде, то Господь покажет нам, почему и в какой момент он допустил то или другое. И мы увидим, что во всех действиях Божьих он делал только то, что приводит, то, что влекло нас ко благу, то, что влекло нас к добру. Другой вопрос, использовали мы это или нет. И если мы не принимаем некоторые действия Божьих, мы не приобретаем мудрость. Это очень важный момент. Во многих житейских ситуациях нам нужно уметь смиряться. Смиряться с ситуацией и с благополучием, и с несчастьем, как здесь пишет экклесиаст. То есть мы часто не принимаем несправедливость в отношении нас или какое-то несчастье. Мы пытаемся от него оттолкнуться, отмахнуться. И наши действия, которые происходят от отторжения ситуации, не приносят никакой пользы. Что такое смирение? Смирение – это, в первую очередь, умение принять ту ситуацию, которую посылает Господь. Принять ее так, как она есть. Кажется ли она нам правильной или неправильной, хорошей или плохой. Просто принять ее как данность. И когда мы начинаем действовать, а смирение предполагает не бездействие, активное действие. Смирение предполагает действие, но которое исходит из другого посыла. И вот когда мы начинаем действовать не от сопротивления, то есть ситуация, которая сложилась с нами, а от принятия и от понимания этой ситуации мы совершенно по-другому начинаем мыслить и совершенно по-другому действовать. И наши действия приносят пользу, а наш ум приобретает опыт и душа приобретает мудрость. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей», – говорит Экклесиаст. «Нечестивый живет долго в нечестии своем». Этот вопрос, который поднимается к Богу зачастую в Ветхом Завете и Псалтире, почему праведник может погибать от руки злого человека или прозябать в нищете, а грешный человек живет долго и благоденствует. Но в Псалтире мы дважды находим ответ на этот вопрос, и, конечно, он известен Соломону. Соломопевец, вопрошая Бога, понимает, сам размышляет, что судьба Божия, видать, в том, что Господь знает о том, что праведный человек в вечности будет наслаждаться благами от Бога, поэтому позволяет ему претерпеть некоторые трудности и несчастья. Потому что праведный человек, будучи смиренным, будучи мудрым и умеющим принимать жизненные ситуации, как они есть, извлекает из них определенный опыт. Этот опыт помогает ему в духовной жизни. И вот мудрый человек, который умеет принимать несчастье, который умеет извлекать из них мудрость, переходит в вечность и в вечности наслаждается благами от Бога. А глупый человек под действием несчастья сломается. И зачастую глупый или нечестивый, а это, еще раз скажем, для экклесиаста синонимы, такой человек не сможет понять, почему с ним происходит то или другое, будет расстраиваться, унывать. И в конце концов он и в вечности-то из-за своего нечестия не будет наслаждаться благами от Бога и в земной жизни будет страдать. Поэтому Господь как бы говорит, ничего, порадуйся сейчас в этой земной жизни, потому что, к сожалению, дальше у тебя будет все не очень хорошо. Но хотя бы сейчас возьми от этой жизни все. И поэтому людей, которые не умеют принимать от Бога разные жизненные ситуации, Господь зачастую не трогает. Потому что получится тогда, что они и здесь расстраивались и в вечности, остались без утешения. «Не будь слишком строг, не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя», говорит экклесиаст. Здесь он говорит о том, чтобы не выказывать свою мудрость сильно перед людьми и не быть к людям строгим, потому что это бывает вызывает возмущение от других и может погубить человека. «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Здесь экклесиаст предлагает еще одну причину, по которой человек может умереть раньше времени, когда он предается греху, то есть когда он становится безумным. И действительно некоторые грехи сами убивают человека раньше времени, а некоторые способствуют тому, что человек может попасть в какую-то компанию, где его жизнь закончится раньше. Ну или вообще, в принципе, грех, конечно, может вовлечь человека в такую ситуацию, где ему просто будет плохо. «Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того». О чем здесь говорится, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого? То есть не выставлять себя слишком мудрым с одной стороны, а с другой стороны не продаваться греху. То есть экклесиаст предлагает такую золотую середину жизни без излишней строгости, без излишней праведности на показ, но и без потакания греху. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того, чего того. Тот избежит и смерти не в свое время, и погибели души. «Мудрость сделает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе». Тоже очень важная мысль, и она будет рефреном повторяться в книге. То, что мудрость, она не только важнее богатства, но и сильнее власти во многих жизненных ситуациях. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебя, рабатывая его, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда ты и сам злословил других». Здесь Экклесиаз дает очень хороший житейский совет. Не слушать, когда про тебя кто-то говорит что-то плохое. Потому что, во-первых, пересказ этих слов может быть неправильным, и человек совершенно не это имел в виду. А во-вторых, даже если мы услышим непосредственно человека, который нас ругает, мы расстроимся из-за этого, мы начнем менять свое отношение к человеку, но Соломон предлагает посмотреть на себя и вспомнить, что и сами мы временами злословили других. Бывает, что на сердце ляжет какая-то тень, произойдет какое-то расстройство, и человек необдуманно скажет какое-то слово. Может быть, потом он даже совершенно не будет так думать или считать, но вот сорвалось его языка. И поэтому Экклесиаз говорит, зная, что ты сам несовершенный человек, не слушай, что на тебя говорят другие люди, потому что в этом нет пользы. Все это испытал я мудростью, говорит Соломон, и сказал, я буду мудрым, но мудрость далека от меня, далеко то, что было, и глубоко-глубоко. Кто постигнет его? Обратился я сердце моим к тому, чтобы узнать, исследовать, и изыскать мудрость, и разум, и познать нечестие глупости, невежество и безумие, и нашел я, что горче смерти женщина. Но здесь мы остановимся. О чем говорит Экклесиаз здесь? Он говорит, что он решил стать мудрым и приобрести мудрость, но в конце концов понял, что даже при всей своей мудрости он еще далеко отстоит от мудрости настоящей, которая глубока и высока. Если так говорит мудрый Соломон, то понятно, что и мы глубин мудрости навряд ли достигнем. Но если и Соломон не достигает глубины мудрости, то важно помнить, что и нам не всегда нужно ставить себе такие недостижимые цели. Очень важный момент здесь в этом тексте Священного Писания, потому что мы зачастую ставим себе цели недостижимые. То есть мы прочитали о каких-то праведниках, которые имели высоту молитвы или высоту покаяния или высоту любви к ближним, и начинаем от себя требовать то же самое. Или вот как Соломон говорит, вот я решил испытать всю мудрость и понял, что мудрость намного глубже. Так вот, нужно уметь видеть свой духовный возраст и пользоваться мудростью, то есть жизнью по заповедям Божьим настолько, насколько хватает наших сил. И наслаждаться этим, получать от этого пользу и не требовать от себя исследовать самые глубины, потому что не всегда это нам возможно. Даже больше сказать, скорее всего, это нам невозможно зачастую, поэтому нужно как бы брать от духовной жизни столько, сколько можешь унести. В Евангелии, кстати, Господь говорит, какой мерой мерите, такой отмерится вам. Он говорит это не только в одном месте про осуждение, а в другом про то, что с какой мерой человек приходит к Богу, вот такую меру Господь и может ему насыпать. И не всегда у нас есть способность унести от Бога так много, как мы бы хотели. Поэтому нужно иногда смиряться с собственной немощью, с невозможностью исследовать какие-то сильные глубины и довольствоваться тем, что мы можем. А когда мы используем столько мудрости, сколько можем использовать, тогда мы получаем результат. Так вот, здесь Экклесиас переходит к такой теме, которую некоторые используют для того, чтобы обидеться на Соломона. Говорит, что горче смерти женщины, потому что она сеть и сердце, и ее силки, и руки ее оковы, добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел Экклесиаст, испытывая одно за другим. Понятно, что здесь Экклесиаст говорит о женщине, которая вне брака ищет соблазнение других мужчин, потому что этот контекст здесь однозначно виден. И говорит, что праведный человек... Кстати, почему женщина? Потому что красота женская, она все-таки больше привлекает мужчин, чем женщина привлекает, можно сказать, красота. И говорит горче смерти женщины, то есть та женщина, которая ищет, как соблазнить мужчину, которая привлекает его своей красотой, потому что самый неприятный исход этого может закончиться в тяжелом грехе, который расстраивает состояние души. А это расстройство души по Экклесиасту, это то, что называется для него злом. Так вот, здесь еще говорится явно про женщину, которая живет в мире под солнцем, то есть живет в непонимании законов Божьего и, соответственно, не выстраивая свою жизнь в соответствии с ним. Так вот, праведный человек может от этого избавиться, спастись от нее, добрый перед Богом человек, а грешник будет уловлен, потому что грешник считает, что цель его жизни — это земные наслаждения, это умение прожить свою жизнь так, чтобы вот сейчас было хорошо. А праведник понимает, что впереди вечность и что временное, минутное наслаждение не стоит того, чтобы потом потерять какие-то духовные блага, которые в контексте вечности очень ценны. «Что еще искала душа моя, я не нашел», — говорит Экклесиаст. «Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Две мысли здесь. Экклесиаст говорит о людях, ищущих мудрости. Говорит о людях, которые ее еще не нашли. О людях, которые живут под солнцем, в пространстве, в котором они не видят Бога. Так вот, он говорит, «одного из тысяч всего лишь мужчин я нашел, который искал бы мудрости и стремился к ней». И такой человек, скорее всего, дойдет до познания истинного Бога. А дальше он говорит, что среди женщин, к сожалению, я меньше нашел тех, кто стремится к мудрости. Но если среди женщин, среди тысяч я не нашел ни одной, то среди мужчин всего лишь одного на тысячу человек. То есть, знаете, разница не очень большая в статистическом отношении. И заканчивается эта глава пониманием Соломона о том, что Бог сотворил человека правым. Правым, то есть праведным, то есть совершенным. И сотворил его без порока. А люди пустились во многие помыслы, то есть сами устроили так, что извратили правильное представление Бога о себе и пришли к неправильному устроению, пришли к тому, что потеряли стремление к мудрости и пустились в размышления, во многие помыслы о земных благах и о земных удовольствиях. На этом заканчивается пространная седьмая глава книги Экклесиаста. И в следующий раз мы приступим к чтению главы восьмой. И в следующий раз мы приступим к чтению главы восьмой. Продолжение следует...